Мы продолжаем. Алексей Гетман, военный эксперт, майор запаса ВСУ на связи со студией Фридома. Здравствуйте. 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 Прежде всего, позвольте поздравить вас с Днем Вооруженных Сил Украины. Сегодня очень большой праздник. Лента вот вся наполнена поздравлениями и все не только поздравляют друг друга, но и, знаете, пишут вот фразу, которая, наверное, стала главной для многих. Верим в Вооруженные Силы Украины, верим в ВСУ. Ну, это наш основной актив на сегодня. Вооруженные Силы Украины – это то, что мы можем предложить всему миру, кроме того, что мы зерновая страна, которая может обеспечить 600 миллионов людей зерном, кроме того, что мы, в принципе, в удобном георгийском положении, как транзитная страна. Еще наш бренд – это вооруженные силы, которые, в принципе, можно считать сильнейшей армией в Европе. Украинские военные хорошо работают на фронте, потому что уже прошли две линии обороны россиян. Вот об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Fox News. По его словам, в целом у российской армии есть три линии обороны на фронте, и украинские защитники уже находятся перед последней третьей. Я хочу процитировать. Мы деоккупировали 50% нашей территории. Мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее. И сейчас у нас есть план на 2024 год. Конец цитаты. Как вы считаете, вот эта третья линия обороны противника, насколько она сильна и насколько сложно ее будет преодолеть? Ну, она... Когда анализировали линии обороны, которую построили россияне, до того, как начались наши действия в наступлении, то оценивалось, что наиболее сильная это первая линия, чуть слабее вторая, чуть слабее третья. Но россияне значительно укрепляли третью линию обороны, ну, последний рубеж для них. Поэтому, насколько она сильна, ну, она не смогла стать сильнее, чем была первая, которую мы преодолели. Надо помнить, что проблемы с преодолением этих линий обороны связаны еще и с тем, что они... Россияне очень активно минируют территорию вокруг, а у нас, ну, саперы работают, и те средства, которые мы могли бы использовать, которые есть у наших партнеров, их недостаточное количество, это, ну, разные, там, их большая номенклатура, но это как раз средства, которые позволяют дистанционно разминировать. Ну, не совсем дистанционно и физично разминировать, но не без такого участия саперов, которые ходят, как, ну, в фильмах, там, про Вторую мировую войну с... Вы имеете в виду проходы в минных полях, тем же, то, что называют Змей Горенович, да, вот это удлиненный заряд разминирования, который взлетает? Вот удлиненный заряд, на базе Леопарда сделан такой, как трактор с ковшом, который разребает... То есть колейные минные тралы, да, просто идут вот как перед танком? Да, 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 да. Их несколько видов этих... Ну, там просто такая ползет Змейка, которая подрывается, и за счет детонации взрывается все, что вокруг. Ну, нам надо понимать, что, когда мы говорим про проход в минных полях, это не означает, что надо разминировать все минное поле, это уже после войны, у нас очень много железа в земле, это, посчитали, это не на годы, это даже на десятки лет, чтобы все разминировать. А для того, чтобы пройти оборону врага, достаточно разминировать участок шириной метра три. И, в принципе, этого достаточно, чтобы могла пройти техника и живая сила. Ну, войск военнослужащие, не хочется называть наших военнослужащих, живой силой. И при этом очень важно контролировать небо, чтобы они по тем местам, где мы уже можем пройти, чтобы не было атаки авиационных, вертолетов, самолетов. Ну, и, естественно, противобатарейная, ну, артиллерийская борьба, чтобы артиллерия врага не могла, ну, по крайней мере, прицельно стрелять по тем проходам, которые мы делаем. Это серьезная работа. И у россиян есть средства, как мы используем средства дистанционного разминирования. К сожалению, есть средства дистанционного разминирования. Вот эта машина, о которой пишут земледелие, у них называется, очень популярно они используют, так называемые. Нужно таким словом назвать, да? Ну, вот честно, таким словом назвать земледелие машину, которая убивает и которая засоряет землю боеприпасами. Вот такое у них земледеление. Кассетные боеприпасы могут разбрасывать противопехотные мины в том числе. То есть, ну, есть. Это тяжелая работа. Нет такого, что есть какое-то средство, которое может заминировать так, что нельзя пройти. Точно даже нет средства, которое разминировать без проблем и можно будет дальше свободно двигаться. А это все время, скажем, борьба тактик. Борьба скорости, борьба понимания. Ну, война, по большому счету, это все-таки интеллектуальная борьба. Как вы считаете, после прорыва вот этой третьей линии обороны, возможно, ситуация, когда их фронт просто начнет валиться? Хотелось бы в это верить. Вы знаете, я не думаю, что он провалится, даже если мы пройдем эти линии обороны. Ну, там, где они не построили таких линий обороны, а просто сосредоточили большое количество войск, и там есть, ну, где бы ни остановилось воинское подразделение, там сразу же строятся линии обороны, окапываются, проще говоря. То есть, может быть, и активная оборона какая-то, активная оборона могут проводить подразделения? Да, в том числе активная, да. Контратаки небольшие. Там, где у них не построены такие мощные железобетонные линии обороны, естественно, там будут, возможности будут у нас больше. Но это не означает, что если мы, ну, не если, а когда мы пройдем третью линию, что дальше там чистое поле, и они все равно будут держать оборону. Но уже, еще раз, нам просто будет проще, но не будет так, что без проблем будем двигаться там сколько захотим, сколько проедем в день, столько и освободим территорию. Нет, они будут держать оборону. Вот посмотрите, другие участки фронта, где не было построено таких фортификаций, ну, на том же самом... Ну, давайте, тут много еще можно переводить примеров. Ну, все равно, там мы продвигаемся, но враг может только... Ну, если он в качестве обороны использует буквально тысячи трупов своих солдат вместо бетона, да? Да, да, это как раз... Они не просто из... Тут есть, ну, российская армия, очень такая она специфическая, мы должны понимать, с кем имеем дело, они даже не убирают своих погибших. Может, это связано с тем, что они не хотят фиксировать гибель своего наслужащего на поле боя, потому что это сразу влечет за собой выплату компенсации его родственникам. Может, они просто таким образом хотят нас, как бы, ну, не напугать, а... Ну, когда вокруг валяются погибшие тела, то, естественно, это морально... Не добавляет моральных сил, это все-таки не очень приятная картина. Хорошо хоть зима, а летом они же еще, простите, почти начинают телоразлагаться, и это чуть ли не как химическое оружие можно использовать. Поэтому, когда наши партнеры проводят сейчас занятия с нашими военнослужащими, ну, подготовка за границей, мы это знаем, то для того, чтобы люди привыкли вокруг окопов, где проводятся, ну, на полигонах учения, разбрасываются трупы животных, чтобы люди, ну, для них это не было шоками и неожиданностей. Потому что нормальный человек, ну, естественно, когда вокруг погуляются погибшие люди, ну, даже если это враг, ну, все равно это точно что не вызывает. Хорошего настроения не додает. Александр Штупун, спикер силы оборонно-таврического направления, опроверг фейки российской пропаганды о взятии Марьинки, как они писали в Донецкой области. По его словам, в городе сложились, продолжаются, сложилась ситуация сложная, жесткие кровопролитные бои, вот как он написал. Это ведь та самая Марьинка, которую враг перед этим практически стер с лица земли своими бомбами и снарядами, так? Классическая тактика россиян. Да, это в огняной шквал, для того, чтобы какой-то населенный пункт или какое-то укрепленное место сравнять с землей, ну, когда это укрепленные позиции наших войск, но это еще можно понять, а когда уничтожаются просто жилые населенные пункты с людьми, которые там еще остались, которые не успели выехать, это как бы там ни было, это военное преступление, потому что атаковать гражданское население, это, ну, против законов, мы называем это правило традицией войны, но это криминальное преступление, ну, они много раз рассказывали о каких-то своих успехах на разных участках фронта, потом выяснялось, что они не соответствуют действительности, но, знаете, мне кажется, что они это будут делать и дальше, потому что это рассчитано, ну, мы и наши партнеры прекрасно знаем, что когда они врут, ну, они почти все время врут, поэтому реагируем на это спокойно, а в середине Российской Федерации им сообщили по новостям какую-то позитивную новость о том, что они там что-то они говорят, освободили, они в это верят, они даже не запоминают, что в Ахмут, я помню, в майские бои с ЧВК Вагнер, было, ну, как минимум 10 сообщений о том, что они его уже заняли до того, как это произошло по факту, и россиянам, ну, им все равно, они все равно, ну, хорошо, они не запоминают, я так понимаю, ну, может, им предложили, чтобы они записывали, а потом как-то смотрели на то, что они сами записали и удивлялись, ну, я думаю, это так шутко, я для них это буду делать, сказали, сказали, заходят, 30 лет их, ну, нельзя, конечно, зомбировать, но точно, что у них 30 лет, находясь под пропагандой, дает свои результаты, тем более, когда нет альтернативных каких-то источников, и человек не может сравнивать, ну, вспомните Геббельса, который говорил про контроль за средствами массовой информации, про табуретку, он тогда сказал, что, дословно, может, это не совсем точная цитата, может, она немножко перекручена, но такая гуляет по интернету, что дайте мне контроль на средства массовой информации, и через пару лет люди, которые там живут, проголосуют даже за табуретку. Ну, видимо, так. Ну, не так и происходит, судя по всему. Ну, да, вот. Вы, кстати, сказали, вот, вспомнили... Сильцей, табуретку Путина. Да. Вы вспомнили о вот этих потерях россиян колоссальных. Тут сегодня там 1250, насколько я помню, человек погибло, этих россиян на фронте, о том, как они бросают там своих, эти трупы там просто разлагаются, и вот я на эту тему нашел цитату одну. «Сна нет, помогает только алкоголь. Вы должны понимать, мы ходили по кишкам». Это рассказал вот один из выживших зэков Вагнера. Эту цитату вот приводит издание «Нью-Йорк Таймс». И вот по их информации, в расформированной вот ЧВВК Вагнер заявили, что только в их рядах служило 50 тысяч заключенных, и каждый пятый из них умер. Остальные вот или покалечены физически, или имеют, ну, глубокие психологические проблемы. Вот причем, простите, отмечается вот, что к увеличению потерь часто приводила некомпетентность и коррупция среди высших военных чиновников РФ. Но вот, скажите, разве это касается только зэков? Разве они с мобилизованными лучше обращаются? Нет, они лучше не обращаются. Дело в том, что у них построена система, не, ну, они хотят достигнуть какого-то результата, который прописали, может, там, Шегуз-Герасим в генеральном штабе. И когда она доходит до подразделения, которые ведут боевые действия, там не учитывается специфика, не учитывается, ну, много чего не учитывается. Просто нарисовано на карте стрелка, куда надо дойти, и установлены определенные термины. И те командиры, даже командиры РОД, батальонов, даже понимая, что это, ну, не придет ни к какому успеху, что это просто приведет к гибели большого количества их подчиненных, они на это спокойно реагируют, потому что их система, армейская система российская поставила в такую дилемму, что или он будет выполнять даже идиотский приказ, когда очевидно, что это, ну, эту высотку взять нельзя. Или, если он откажется выполнять этот, или выскажет какие-то свои сомнения, то это для него может быть не просто опасно для карьеры, это может быть опасно для жизни. Его могут просто расстрелять за невыполнение наказа. Такие случаи у них были. Поэтому ему ничего не остается, как посылать людей. За это ему никто ничего не скажет. Выполнял приказ, да, потеря, ну что ж. За потери российской армии, как мы видим, не наказывают, даже иногда даже и награждают и званиями, и должностями. Ну да, Суровикин, мы помним, как он там вложил кучу людей и потом получал повышение. Ну, есть у них такое. Поэтому нам надо еще раз понимать, с какой армией мы воюем, насколько она опасна, и там каких-то моральных принципов, чего мы ожидаем, что может они этого делать не будут, они будут делать все, что только возможно самые худшие наши какие-то представления о том, что могут делать люди на оккупированной территории, вот это они и будут делать. Мы должны быть к этому готовы. Это, кстати, может быть наслышат люди, которые не успели еще или не уверены, стоит ли им выезжать с территории, которая находится возможно под какими-то атаками или под каким-то заходом хотя бы временным россиян, но они должны понимать, что россияне, которые взойдут, они могут сделать все, что угодно. Даже если люди им где-то глубоко в душе симпатизируют, а даже если будут говорить хорошо, что мы зашли, это не означает, что они не получают и от этого какой-то карт-банш на то, что с ним ничего не сделают. Были случаи, когда, я помню, это еще по киевским боевым действиям в узле Киева, дошла такая информация, что какой-то человек где-то в буше, по-моему, он их радостно встретил, потому что он думал, что это освободители, ну, какой-то тоже зашоренные мозги российской пропаганды, и чем кончился, они сели поесть россиян, и попросили его принести вот в проспортную грели водку, он принес, что было, потом еще принес, что было, потом у него закончил, говорит, такого нету, потом это расколоясь, блин, ну, нет, ну, просто застрелили все, то есть, вот такие вот, такие они, это, чеки, которые их там радостно заслужил, встречал и считал, что это, ну, вот, за что брали, знатой на пролезь называется, бойцы своих желаний, они все исполняются, только не в то время, когда тебе хочется, и не так, как тебе показалось изначально, есть такая философская консульция. Кстати, вот вы говорите, как они обращаются с людьми на временно оккупированных территориях, давайте вспомним, очень много видео, как они обращаются со своими же солдатами, там, на передовой, помните, недавно было видео, когда они избивали палками своих же военных, стреляли из автоматов им там, ну, забивали их буквально за то, что они там не выполнили какой-то приказ, или не пошли какой-то в атаку. Ну, кувалды, да, это вагнеровская, это мы все помним, но вот избиение палками этих мобилизованных, которые там валяются на земле, и эти крики все, потом их сажают, а другие рядом там копают эту яму, в которую их посадят, и будут в которой их держать, и при этом они еще соглашаются идти в атаку. Мне кажется, что в такой ситуации, ну, намного лучше сдаться в плен, и переждать эту войну, идти на обмен, почему это им не приходит в голову, многим, по крайней мере, я не понимаю. Ну, я думаю, это им в голову приходит. Опять же, понимаете, те люди, которые воюют, они тоже подвержены более российской пропаганде, и даже когда, посмотрите, много интервью, ну, не интервью, интервью, можно так сказать, с пленными, когда им разрешают позвонить своим родственникам, что они рассказывают, и когда их спрашивают, что вы здесь делаете, говорят, ну, защищаем там нашу страну, а это что, на чужой территории. То есть, там такие уже сдвиги в сознании, что тут, мне кажется, ну, там настоящее биполярное расстройство просто у этих людей, просто на глобальном уровне. Да, это необратимые процессы, прошли у них в головах, то есть, их нельзя считать психически ненормальными, но то, что вот, да, это можно назвать биполярными расстройствами, и тут, тут нельзя переубедить, даже приводя аргументы. Тут надо, скорее всего, даже медикаментозное и достаточно длительное лечение. Давайте перейдем к тому, что происходит на фронте, на товарищеском направлении, о котором мы уже говорили, вот, российские оккупанты возобновили применение штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой в Уставе Александр Тарнавский. И вот возросла активность ударов вражеской авиации, до 18 авиаударов на этом направлении. О чем это может говорить? Это, ну, вы знаете, почему именно стали они активно использовать авиацию, перестали бояться наших средств противо-вздошной обороны, но уже один приземлили, сегодня бомбардировщик, вчера тут пошел туда крейсер в Москву, для того, чтобы там превратить уже такая шутка, что он станет подводным авианосцем. Авианосцем, да. Почему они активно стали использовать авиацию? Я думаю, что это потому, что те снаряды, которые в таком количестве, которые они использовали у них уже со снарядами, ну, нельзя сказать, что это снарядный голод, но они не могут поддерживать такую плотность огня, артиллерия, ну, потому что на такую плотность, которая была раньше, там, по 200, по 20-30 тысяч выстрелов за сутки, и у них столько снарядов уже нету. Ну, недаром же не ездят в Южную Корею, может, поранее, пытаются свое производство усилить по производству именно снарядов, не хватает. Поэтому, для того, чтобы поддержать огневую мощь свою, атакующую нас, они начали использовать планирующие бомбы, авиационные, ну, использовать бомбы, использовать авиацию. Я думаю, что тут другой какой-то причины нет. То, что касается планирующих бомб и авиации, мы еще понимаем, что этих бомб у них очень много. Они действительно могут их использовать массово, но есть здесь еще одно но. Они могут использовать эти бомбы, подлетая как можно ближе к границам Украины, пока нет F-16, которые смогут их отогнать. Но как только будет достаточное количество этих самолетов, они смогут держать их, как говорится, подальше, и эти бомбы просто не будут доставать. И мне кажется, что сейчас они понимают, у них осталось буквально несколько месяцев для использования этих бомб, и поэтому они максимально их пускают в дело. Возможно. Я думаю, что у них же, знаете, тут даже может это так как-то немножко цинично звучит, если большой запас этих бомб, то их надо как-то утилизировать, освобождать склады, освобождать, ну, их надо убирать, потому что в большом количестве для них это так же опасно, они понимают наши возможности атаковать глубину, ну, далеко, на большой расстоянии от линии фронтов, до Байкала, Морской Маэстрали точно же диверсанты могут доехать. Поэтому мне кажется, что это одна из причин, что надо побыстрее их убрать с тех складов, где они в большом количестве, пока их там не взорвали. Кстати, по поводу утилизации, по поводу утилизации, посол Украины в Японии Сергей Корсунский вот в интервью радио НВ, я вижу, он выскасался о поставках КНДР снарядов России, которые они поставляют. И, по его словам, они настолько старые, что нужно проводить им утилизацию, а не на фронт отправлять. Получается так, что Ким просто передает их в РФ для утилизации, еще что-то за это от Российской Федерации получает. А на фронте, как утверждается вот так называемые Росвоенкоры, просто матом кроют эти снаряды. Почему, как вы думаете? Ну, потому что Ким Ченн, ну, он же одного поля ягодки с Путиным. Путин, неужели он думал, что вот севернокорейский диктатор, что он будет передавать ему свои запасы, которые у него он собирал, свеженькие, ну, договорились и договорились. Просто в КНДР большое количество, ну, у них тоже упор на артиллерию, там порядка 50 тысяч единиц ствольной артиллерии, то есть громаднейшее количество артиллерийских систем, и, естественно, для них нужно большое количество снарядов. И, опять же, та же самая проблема с утилизацией, когда большое количество старых снарядов, ну, надо куда-то их девать, для того, чтобы можно было туда же просто положить на ту же полочку, проще, агроположные снаряды. Можно сказать, что Ким использовал просто Путина? Ну, в принципе, я так думаю, что он за это молодец, то есть он хитрый восточный диктатор. Дело в том, что утилизация снарядов это достаточно дорогостоящая вещь, их надо вывозить, взорвать, то есть на это надо потратиться. А когда тебе снаряды утилизируют, еще за это доплачивают, в принципе, что можно сказать, он хитрый. Да, там очень затратная вещь, насколько я знаю, там вытапливают каким-то образом вот из них этот перекселиновый порох, то есть это очень серьезное производство, на самом деле. Ну, это так просто подорвать их, свести в кучу и взорвать, так оно не делается, не по-другому утилизируется. Ну, это да, это, ну, так передали, за это еще получили какие-то там или бартеры, или деньги, ну, ну, как Путин хотел, он думал, что он самый хитрый, так и есть, похитрее. На временно оккупированных территориях российские оккупанты строят сеть милитаризованных клубов для украинских подростков, и вот об этом сообщает прислужба Центра национального сопротивления. Вот так оккупанты открыли так называемый Центр военно-спортивной подготовки на базе, ну, такого псевдоколледжа в Луганске, да, финансирование открытия этого Центра состоялось фактически из федерального российского бюджета, то есть, они начинают продавку мозгов детям уже примерно с 14-летнего возраста, вот таким образом их уже готовят, наверное, к призыву в Росармию? Ну, вы знаете, они все-таки планируют долгосрочные какие-то акции проводить россияне, войну они планируют на войну выснежения долготривалу, поэтому, посмотрите, Путину уже возбуждено головное дело по поводу незаконной депортации, ну, депортации, выкраданию детей, которые были перевезены временно оккупированы в территорию Российской Федерации, да, и сейчас они начинают, они хотят как раз в том возрасте, в подростковом возрасте, когда формируется, по сути, мировоззрение человека, они хотят, чтобы оно было сформировано на российских каких-то нарративах, и поэтому они в долгую собрались, они тут, надо это тоже понимать, что они, для них это не кратковременная какая-то акция на нападение на нашу страну, тем более, они к ней готовились, как сейчас выясняется, задолго до 2014 года, и планы у них долгоиграющие, как говорится, поэтому они сейчас будут строить вот эти так называемые патриотические клубы, они будут пытаться прозомбировать детей, ну, видимо, все-таки родителям, которые находятся на оккупированных территориях, следует задуматься о том, что они там делают, и что будет с их детьми. Тут надо им очень аккуратно, ну, хотя там, еще же неизвестно, какие там родители, то есть, я не думаю, что им это полностью удастся, но говорить о том, что это будет провальная операция в России, вряд ли, они, каких-то результатов они, к сожалению, достигнут, это нам потом, после освобождения, где оккупаться на нашей территории, вот особенно в Донецкой, Луганской области, в Крыму, нам будет очень много, надо будет не только контрпропаганда, мне кажется, нам и психологам надо будет очень серьезно поработать. Там очень много людей с искривленным сознанием. Глава Бюро Национальной Безопасности Польши Яцек Севера, вот он заявил, что восточный фланг НАТО должен быть готов к агрессии Российской Федерации за три года. Об этом он сказал в интервью изданию «Наш Денек». Это был его ответ на вопрос, согласен ли он с утверждением Немецкого Совета по международным отношениям о том, что Россия может напасть на страны НАТО и они имеют от пяти до девяти лет на подготовку к этому. По вашим оценкам, сколько реально нужно, сколько есть времени у НАТО, чтобы быть готовыми к отражению возможной атаки РФ? Да уже времени нет. Надо уже быть готовым прямо сейчас и пересмотреть концепцию помощи нашей стране. Потому что, по сути, мы уже ведем эту войну на восточном фланге всей Европы и пока мы удерживаем врага на нас. Он усиливает свой военно-промышленный комплекс. Они, по сути, построили ось Иран, Северная Корея, Россия, за спиной которая стоит Китай. Ну, если не притвать этому значение, думать, что оно само, как говорится, рассосется, оно не рассосется. И россиянам, ну, они могут, ну, знаете, когда Гиджер нападал на Чехословакию, когда все это только начиналось, они в Северной области, там тоже были разговоры, что они, немцы, будут помогать просто немецкоязычным, или как это, русскоязычным, немецкоязычным гражданам, которые там живут, которые давно хотели бы на суде, на суде, да, суде. Я, к тому, что вот разговоры Путина, что они просто помогают русскоязычному населению в Украине, которое тут ущемляется, как-то, что-то, ну, неужели там в Европе не понятно, что это просто, ну, какая-то, как говорится, отмазка. Дальше они будут помогать, не знаю чему, в Польше, в Балтийских краинах, у них план, они собираются поменять мировой порядок, они не будут останавливаться на Украине, это не локальная война. Если не останавливаться сейчас, то, по большому счету, это начало Третьей мировой войны. Она может и не состояться, если сейчас остановить Путина, как если бы в 1939-м остановили совместно Гитлера, не началась бы Вторая мировая война в таком виде, в котором она была до 40-го. Да, абсолютно с вами согласен, и исторические аналогии действительно говорят о том, что в 1939-м году, если бы Великобритания и Франция поддержали Польшу, а не только формально объявили войну Германии, то, может быть, и Второй мировой войны может быть бы и не случилось. Поэтому сейчас то, что происходит в Украине, это уникальный шанс для Европы, уникальный шанс для США, для всего цивилизованного мира остановить эту войну здесь и сейчас. Иначе дальше это будет, как говорят, прямая и явная угроза безопасности и Европе, и блоку НАТО, и Соединенным Штатам. Спасибо вам большое за интересный разговор. Спасибо, Алексей Гетман, военный эксперт, майор запаса вооруженных сил Украины был в нашем эфире. Благодарю, что нашли время и вышли с нами на связь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова